Добрый день в студии Рабига Нурбай, это стратегия 2050 и сегодня мы поговорим об итогах конференции, которая недавно прошла в Узбекистане, в городе Ташкент, о региональной взаимосвязанности, вызовы и возможности. В нашей студии сегодня политолог и эксперт в области энергетики Алмаз Абельдаев. Здравствуйте. Здравствуйте, Рабига. Сегодня мы поговорим о том, какое значение имела эта конференция для Казахстана в целом, для региона Центральной Азии в целом. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Это же вообще площадка политическая, поданная в виде конференции. Это инициатива узбекской дипломатии по прощупыванию каких-то внешнеполитических своих инициатив и выступить мостом между Южной и Центральной Азией. Эта инициатива очень поддерживается всеми центрально-азиатскими государствами, которые уже выразили своих устами своих министров иностранных дел на конференции. Мы все услышали, что эта инициатива очень хорошо поддерживается. Более того, участвовали представители стран, которые не входят ни в Южную, не в Центральной Азии. Интерес проявлен со стороны Европейского Союза, как одного из этих геополитических игроков. А также специальный помощник президента Соединенных Штатов участвовала на этом мероприятии. И, в общем, было видно то, что дипломатия Узбекистана оправдалась тем, что все поддерживали ее в ее этих озвученных инициативах господина Мирзиоева. Вы участвовали в казахстанской делегации. Как, на Ваш взгляд, Казахстан представил себя? Какие интересы для себя смог озвучить, на Ваш взгляд? Выступление министра иностранных дел было наполнено содержательностью. В основном это выразивалось в поддержке инициативы Узбекистана. И мы приветствовали внешнеполитическую активность Узбекистана. Но у нас есть вещи, которые Узбекистан и Казахстан объединяют. Максимально используют экономическую кооперацию без ее политической составляющей. Максимально. Я имею в виду политической составляющей внешних игроков. Больше экономики, меньше политики, как говорится. Но по многим вопросам международной повестки у нас с Узбекистаном совпадают интересы. Так как по базовым вопросам у нас совпадают интересы, это открывает поле для дальнейшей экономической кооперации. Как участник делегации на конференции Вы участвовали? С кем встречались, с кем познакомились? Какие интересы обсудили? Ну, из-за, как мы знаем, пандемии, уже больше полтора года, которые бушуют, так скажем, многие эксперты, они изголодались по общению элементарно, если так сказать. И прямо было видно, высказанных всех экспертов в интервью местному телевидению и там в своих постах в социальных сетях. Они в первую очередь отмечали, что онлайн не может заменить никогда вот это живое общение. Вот эта сторона, узбекская сторона, она, несмотря на вот эту опасную ситуацию с этой пандемией, взяла смелость и провела вот этот, конечно, отдельный респект узбекской стороне. То, что касается встреч, конечно, были встречи и знакомства с другими экспертами, с других, с разных стран, в том числе с Пакистана. Как вы знаете, Узбекистан в это время одновременно провел большой форум «Узбекистан-Пакистан». И большая делегация Пакистана участвовала также в этом мероприятии, на этом форуме, конференции. И мне удалось познакомиться с множеством экспертов с Пакистана, с Индией. И это было, я думаю, положит основу будущего диалога между экспертами разных стран. А что касается практического разговора, то, спасибо узбекской стороне, они организовали встречу с заместителем министра энергетики. Ну, я вообще ставил целью поездки, пообщаться с коллегами именно в энергетике. И с вице-министром энергетики Узбекистана поговорили сначала о текущей ситуации в энергетике двух стран. Потом я отметил имеющийся потенциал, на что можно было обратить внимание. Потом вот эта нарождающаяся модная энергетика, так называемая водородная энергетика, мы по ней тоже поговорили. И были даны поручения узбекской стороны о том, чтобы начать смотреть потенциал казахско-узбекского сотрудничества в водородной энергетике. Я, соответственно, с нашей стороны сказал, что я погружусь в вопрос, поизучаем, какой есть потенциал между Узбекистаном. Ну-ка, в основном это касается электроэнергетики, и был консенсус в основном в том, что те хозяйственные связи, которые были в советский период, можно было начать с этого, с восстановления единого энергокольца, скажем так. Ну и другие вещи транзитного характера, и потом перейти уже непосредственно на энергетическое сотрудничество. Энергетика просто носит стратегический характер, она не может быть сразу решена, вот буквально как в торговле где-то. Для энергетики 10 лет это как 2-3 года в общей экономической кооперации. То есть эта отрасль очень стратегичная, тут нужно учитывать все нюансы стран, интересы, национальные программы всех стран, и с учетом этого потом уже можно перейти к этому, глобальному сотрудничеству. В принципе Узбекистан, если заявил, открыл такую новую площадку, то он готов работать по компасу во всех направлениях, на север, на юг, на восток. Эта инициатива очень нравится нам. Я как эксперт из Казахстана очень приветствую, и я думаю, что приглашение именно экспертов, которые, если так можно выразиться, топят за интеграцию, тоже носит какой-то продуманный характер с узбекской стороны, я думаю. То есть на ваш взгляд перспективы сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в области энергетики, они очень даже обещающие? Да, очень многообещающие. Дело в том, что здесь можно было бы, казахстанско-узбекское сотрудничество могло бы выступить витрины для дальнейших стран Центральной Азии, и стратегический союз Узбекистана с Казахстаном мог бы поднять наши отношения на новый уровень, и многие вопросы мы могли бы решать в Центральной Азии сами, без внешних акторов. Если многие вопросы касаются непосредственно Центральной Азии, они должны решаться странами Центральной Азии. На ваш взгляд, в какое еще сотрудничество может вылиться вот эта конференция, результаты какие будут, как вы видите? Ну, выступление Мирзеева, он хорошее, как бы, такое пожелание сделал, что он надеется, что этот формат будет проходить каждый год. Это было такое прощупывание определенное, и мне кажется, они удовлетворены итогами этой конференции, и мне кажется, это будет носить такой ежегодный характер, скорее всего. Но в мире очень много таких площадок, по идее, если так сказать, которые носят больше декларативный характер. То есть, все, что сказано и подписано, остается там же, но практически реализации его мало. Нам бы хотелось, чтобы все вот эти заявления, высказанные, обмен мнениями выливались в какую-то хорошую кооперацию. В основном, это в первую очередь сейчас все страны Узбекистана акцентируют на экономике. Так как период еще хотел бы давать от себя то, что пандемия, она тоже внесла свои корректировки. Дело в том, что во всех странах, борясь с этим явлением, на это были брошены огромные средства государства, бюджеты. И все страны пытаются смотреть потенциалы сотрудничества с другими странами, увеличить ВВП страны, увеличить экономическую мощь. И страны, опять же, это будет смотреться с очень практической стороны. Ведь до ковидный период были много заявлений, как бы такого характера. Вот, допустим, проект ТАПИ. ТАПИ — это газопровод от Туркменистана до Индии. Он как бы не реализован уже столько лет, да? Хотелось бы, чтобы договоренности и вот эти все достигнутые соглашения, допустим, уже в следующих, будущих конференциях, они могли бы иметь свое практическое воплощение. Вот в этом ожидание, думаю, с казахстанской стороны. Скорее всего, так, что в практическом смысле. Ну, на ваш взгляд, как эксперта, практическая реализация, учитывая после ковидный период, выгодно участникам, странам, участницам? Ну, прежде всего, выгодно нам, Казахстану, потому что у нас огромный транзитный потенциал. Мы, как вы видели в презентации президента, там были вырисованы разные железнодорожные пути, как бы он хочет возродить шелковый путь и его соединить еще с китайской стратегией. Он говорил, что ключевым аспектом сотрудничества — это железнодорожные пути. И дальше, чтобы эти товары, все это шло в Евросоюз, то есть это носит глобальный характер. И да, мы, думаю, очень даже выиграем от этого сотрудничества. В выступлении нашего министра иностранных дел прозвучала кооперация, перспективы кооперации в области товаров-продуктов. А учитывая нынешнюю ситуацию по повышению цен на продукты, как вы думаете, такое сотрудничество имеет положительное какое-то влияние на наш рынок? Будет иметь? Да, будет иметь, несомненно, конечно. Дело в том, что вот это так называемое подорожание продуктов, оно наблюдается по всему миру. Это не носит региональный характер, что это только у нас. Тут очень много факторов повлияло, в первую очередь, конечно, пандемия. Тут некоторые эксперты говорят о контейнерных недостатках, некоторые эксперты заявляют о каких-то вещах, где, допустим, порты из-за того, что ковид, люди просто не выходят на работу и некому разгружать товар. Очень много предпосылок, скорее всего, от этого. Некоторые говорят, что США выкинули очень много денег, и это создало инфляцию, допустим, напечатало, скажем так. Очень много предпосылок в этом, и это носит просто подорожание продуктов, оно носит глобальный характер. Да, конечно, в какой-то кооперации мы с Узбекистаном могли бы договориться о определенных вещах, чтобы Узбекистан мог бы, допустим, по низкой цене продавать нам вот это, ну, то, что они экспортируют, скажем так. Ну, и подытожить в целом, эта конференция какое имеет значение для Казахстана? Ну, в первую очередь, благодаря этой площадке, новой площадке, скажем так, мы могли бы высказывать свои мнения. И нам уже, благодаря этой площадке, тот взгляд, который мы бросали на Индию, Пакистан, он не будет таким далеким. И благодаря, опять же, этой площадке все это приближается, и все те эксперты, люди, бизнес-сообщества этих стран, Южной Азии, я имею в виду Индии, Пакистан, которые участвовали на этом мероприятии, они, каждый раз, приходя на эту конференцию, скажем так, они будут предлагать постоянно новые предложения, изучать потенциал обеих стран. Я думаю, что в этом будет много положительных, но посмотрим, какая практическая реализация будет от этого. Дело в том, что фактор Афганистана будет играть большую роль здесь, это очень важно. Ну, как бы, в таком смысле, для того, чтобы что-то делать вообще в экономическом, в экономическом измерении, нужно сначала эту территорию обезопасить. То есть, трубопровод, железная дорога. Пока эти условия не будут созданы, то мост между Южной и Центральной Азией будет под вопросом. Это раз, потом второй момент, я хотел бы здесь отметить, что для того, чтобы Центральная Азия могла дискутировать с Южной Азией, для этого надо, чтобы Центральная Азия сначала сама объединилась. И здесь, опять же, повторюсь, что роль Узбекистана и Казахстана очень важна в этом вопросе. Если мы с Узбекистаном создаем стратегический союз, и здесь все на самом деле гораздо проще, надо, главное, понимать друг друга, что мы хотим от этого сотрудничества. И когда на территории Центральной Азии уже образуется консенсус по многим вопросам экономической интеграции, политической, возможно, то уже этой пятерки уже разговаривать с Южной Азией легче. Нужно начинать сначала внутри нас интеграцию, а потом уже начинать интеграцию с Южной Азией. Это очень важно, мне кажется, в момент. В целом, эта конференция позволила повысить уровень понимания, что такая интеграция и кооперация необходимость сейчас крайне важна. Дело в том, что, мне кажется, наступило время просто прагматизма. И те золотые времена, когда баррель стоил 140 долларов, вот для нас я имею в виду, для нас с Азербайджаном, скажем так. И здесь Азербайджан мог бы тоже очень сильно вовлечься. И те времена, они теперь тех времен, я думаю, никогда не будет. Те времена, вот Эльдорадо такого. И времена вот этого прагматизма мы должны уже смотреть не только на Европу и в Азию. Потому что в Азии только начинается экономический бум, в том числе потребление энергоресурсов. Вот в этом направлении мы могли бы тот объем, который на европейском направлении будет выбывать, то есть не нужен он им будет, мы все это могли бы переориентировать в Пакистан с его жадным потреблением энергоресурсов. Индию я вообще молчу. Проект ТАП я не знаю, он будет реализован, не будет. Это все связано с Афганистаном. Но вне зависимости от этого мы могли бы работать с Индией, как мы работаем с Китаем, скажем так. Мы вот с Китаем очень тесно, хорошо работаем. Точно такое же сотрудничество через Ташкент, если мы установим с Южной Азии, это будет плюс. Я к этому всегда призываю, что мы всегда должны смотреть на Азию. У нас как бы тот максимум, то, что можно было взять на европейском направлении, он уже потихоньку истерпывается. Через 10 лет, возможно, это уже будет нам тяжело сделать. Дело в том, что он не в том смысле истерпывается, он истерпывается в том настоящем времени сотрудничества. Там нефть, газ. Там же будет водитель налоговисти. Да, с зеленой повесткой, а сможем ли мы переориентировать нашу экономику на зеленую за эти оставшиеся 10-15 лет, я не знаю. Но мы могли бы это параллельно делать, но если будет такое же традиционное потребление, допустим, в Азии, почему мы не должны отказываться? Тот же объем нефти можем продать Индии и через Иран, допустим. Мы продаем Ирану, Иран там свою нефть отгружает Индией, это будет считаться наша поставка. То есть это очень большой, перспектива очень большая. Мы еще будем, каждая страна, мне кажется, будет притираться, смотреть. Это просто такая декларация, давайте поработаем сейчас, если так сказать. А как будем работать, какие условия торговли, все это уже впереди, я думаю. Ну, будем ждать результата. Надеемся на лучшее. Спасибо большое вам за интервью. Вам спасибо за приглашение. Всего доброго. Спасибо.